Добрый день, дорогие друзья, дорогие участники. Мы сегодня с вами начинаем совсем новую тему и будем говорить о синтаксисе. И тема сегодняшнего нашего занятия, как мы видим, да, словосочетание и предложение. Очень важное занятие, которое заложит основы для дальнейших разговоров о том, как функционирует язык. Итак, да, мы с вами поднимаемся на следующую ступеньку, говоря о системе языка. И теперь, говоря, начинаем нашу новую тему, да, синтаксис. Должны отметить вот что. Да, синтаксис изучает строй связной речи, то есть то, как соединяются слова, как из вот слов различных частей речи получается нечто связное. И синтаксис задается следующими вопросами, которыми зададимся и сегодня и мы. Во-первых, да, какие средства служат для связи слов? Как слова между собой можно связать? Дальше, да, какие существуют единицы синтаксические? Единицу фонетики, да, фонему, единицу морфемики, морфему, единицу морфологии, да, слово в морфологическом значении, то есть часть речи, да, мы уже с вами рассматривали. А сейчас мы поговорим о синтаксических единицах, о единицах связной речи. Их, как мы видим, несколько. О них и пойдет сегодня речь, да, это словосочетание, предложение и текст. В принципе, конечно, о предложении мы будем говорить потом, и много, и долго. О тексте тоже зайдет речь позже, да, но сегодня сосредоточимся на том, что такое словосочетание, да, как такой кирпичик, из которого образуются вот эти вот наши тексты. Ну и, наконец, какой может быть связь внутри этих языковых единиц, как они, как эту связь, может понимать, да, в чем она может проявляться. Это наши сегодняшние, в общем, темы для разговора. Говоря о морфологии на протяжении долга, достаточно времени, мы с вами запомнили, да, что морфология занимается словом, и словом, словом, как совокупностью различных словоформ, так, как словокупностью различных форм, да, как мы помним, у каждого слова, в зависимости от того, какой части речи оно относится, есть некая парадигма, то есть совокупность форм. И эти совокупности форм, как можно предположить, да, где-то у нас хранятся в нашей голове, да, а когда мы начинаем их использовать, да, мы достаем их из каких-то там шкафчиков, ящиков, которые у нас там в голове есть, и начинаем соединять. Вот поэтому морфология и синтаксис – это, конечно, в общем, не такие уж далекие друг от друга вещи, это две стороны одного и того же явления. Да, морфология, как вы видите на этой, в общем, такой простой схемке, морф… Ой, так, нет, я хотела другое сделать. Да, морфология рассматривает слово в совокупности его форм. Да, в совокупности его парадигмы, поэтому называют это парадигматика, да, парадигматика. Когда мы выбираем только какую-то одну, используем единовременно одну из форм, мы не можем потребить сразу несколько. Вот, а синтаксис занимается синтагматикой, то есть соединением последовательным… Так, тут немножко сбились полосочки, ну, понятно, да, последовательным соединением слов между собой. Вот там, вот у нас есть слово «начинать», вот мы выбираем, выбираем, выбираем одну из форм, начинал, которая нам нужна, да, потом берем форму «моросить», потом берем форму «теплый» и форму «дождь». То есть мы их последовательно соединяем вместе, конструируя предложения. И это называется синтагматика, синтагма. Мы образуем такую синтагму. То есть в какой-то степени морфология и синтаксис – это как бы абсцисс и ординатон нашего языкового сознания. Да, вот, соответственно, что я хочу сказать, да, что морфология и синтаксис – это не какие-то совершенно разные миры, да, а при каком-то преобразовании предложений мы, безусловно, обращаемся к нашим знаниям врожденным, да, морфологической системы и используем, да, какую-то одну из форм. Только не все сразу, да. Ну, наш вопрос в том, как мы соединяем эти слова, да, между собой, каким образом конструируя предложения, конструируя какие-то тексты. Мы слова не просто должны соединить, да, на линеечку выстроить, как какие-то бусинки на ниточку, да, мы должны с вами их как-то связать. И выделяют два фундаментальных типа связи – сочинение и подчинение, сочинительная и подчинительная связь. Эти два типа отношений, они просматриваются на разных уровнях, когда мы говорим о различных единицах синтаксиса. Что есть сочинение? Да, сочинение – связь между равноправными элементами, то есть и одного порядка, да, подчинение – связь между элементами, которые неравноправны, да, один важнее другого, один подчиняет себе другой. Когда у нас слова соединены с сочинительной связью слова или какие-то элементы текста, там, простые предложения в составе сложного, словосочетание между собой и так далее, да, то при сочинении мы не можем задать вопрос от одного элемента к другому, ну, в силу того, что неравноправно, да, при подчинении задать вопрос такой возможно. При сочинении не важен порядок, да, мы можем переставлять местами эти элементы. При подчинении, ну, как правило, этого сделать нельзя или сложно. Меняет смысл. Ну, вот, да, например, сочинение. Можно с сочинительной связью соединить слова. Стол и стул, да, читать или писать. Читать быстро или писать медленно. Я отдыхаю, а ты работаешь. То есть соединили между собой предложения с сочинительной связью. Они равноправны. Вот подчинительная связь примера, да, смотреть фильм, да, понятно. Можем задать вопрос, смотреть что фильм или интересный разговор. Разговор какой? Интересный. Читаю лёжа, да, читаю как. Я отдыхаю, потому что ты работаешь. Я отдыхаю. Почему? Можно задать вопрос. И, естественно, там я отдыхаю будет главным, да, а вот это вот объяснение, второе предложение у нас как бы прислуживает первому, поясняя его причину какую-то, разъясняя. Ну, в общем, это вот сочинительная и подчинительная связь. Это такой фундамент синтаксиса, которым мы будем останавливаться на разных уровнях. Итак, второй наш был вопрос про виды синтаксических единиц. Какими они бывают? Я уже сказала, что синтаксис отличается от других уровней языка, от уровней науки о языке тем, что там несколько разных видов синтаксических единиц. Мы все рассмотрим по очереди. Итак, значит, словосочетания выделяют, как такую элементарную единицу. То есть мы уже начинаем не со слова, нас уже интересует, когда несколько слов соединяются вместе. Когда мы из слов, как из этого телега, конструируем уже нечто большее, чем слово. Дальше простое предложение. Потом из простых предложений, соответственно, получаются сложные предложения. Вот мы соединили эти два простых предложения, получили новое. Из сложных предложений, простых предложений образуется сложность синтаксическая целая. Ну, если что это значит, да, условно говоря, это абзац текста, да, объединенный какой-то общей мыслью, общим набором, общим набором образов. Ну, а сложность синтаксическая целая или нескольких таких сложных синтаксических целых, функционируя, как некое законченное единство, представляет собой уже текст. Ну, я не привела пример, слишком много, но мы все знаем с вами, что такое тексты и встречали их в своей жизни. Вот, как бы, соответственно, сразу несколько уровней, и мы должны с вами будем поочередно рассмотреть их все между собой. Ну, начнем, конечно, со словосочетания, как самого такого элементарного уровня, самая элементарная языковая единица синтаксиса. Что есть словосочетание? Собственно, само слово нам диктует ответ. Да, это сочетание слов между собой. Может быть, двух, может быть, нескольких. В принципе, теоретически там может быть сколько угодно слов, связанных между собой. Да, слова подразумеваются только самостоятельные. Да, мы помним с вами, да, то есть обладающие какой-то номинативной функцией. И это сочетание слов, связанных между собой подчинительной связью. То есть одно главное, другое зависимое. Ну, примерчики. Вот, например, да, сходить в театр. Слово сходить здесь в этом словосочетании главное, да, слова между собой связаны подчинительной связью. Да, мы можем задать вопрос от одного к другому. Ну, и оба слова самостоятельные, конечно. Ну, или пушистый код. Вот тоже, да, главное слово. Код, да, мы можем задать вопрос к определению. И, да, одно слово, соответственно, главное, другое зависимое, оба самостоятельные. Словосочетание тесно связано и чем-то с предыдущими, как бы, да, единицами языка. И во многом напоминает слово. От него отличается совсем не сильно. Да, мы еще, как бы, почти не перешагнули, как бы, не сделали этот шаг от морфологии к синтепсису словосочетания. Словосочетание чем напоминает слово? Да, оно тоже не функционирует самостоятельно, но никак не обозначает ничего, да. Вот этот самый пушистый код, о котором мы говорили, что это просто вот пушистый код, да. Это никакое отношение к действительности не имеет, это словосочетание. Оно никак не соотнесено с реальностью. Просто называет некое существо, да, и определяет его. Нам непонятно, там, что это за код, да, где он, он есть, он нет, его зовут, о нем спрашивают. Да, он никак не, словосочетание, да, в речи, как бы, самостоятельно функционировать не может. Оно интонационно не оформлено никак, да. Вот это пушистый код, пушистый код, там, да, нету такого, да, мы можем, никаким образом нам не задано, как мы можем его, как мы можем озвучить, да, интонационное это словосочетание. Да, да, словосочетание, как и слово, обладает номинативной функцией. То есть оно нечто называет, вот какие-то предметы, признаки, вот, там, сходить в театр, да, некое действие. И точно так же, как слово, оно обладает системой форм, да, схожу в театр, сходим в театр, там, сходите в театр. Обладает такой же, таким же набором форм, как главное слово, да, сходить. Или, там, пушистый код, да, пушистые коты, пушистых котов, пушистым котам. Абсолютно, и парадигма словосочетания абсолютно аналогична парадигме главного слова. Чем отличается словосочетание от слова? Оно уточняет его значение, да, пушистый код – это более, так сказать, узкая категория котов, чем просто код, да, потому что есть коты не пушистые. Да, мяч может быть большой, мяч может быть красный, мяч может быть брата. Рассказать можно, там, даже разными способами и разным людям, и о разных предметах. Ну, и красный мы, да, признак красный мы тоже можем уточнить. Красный какой? Красный на сколько? Красный как что? Да, то есть словосочетание со словом еще пока очень тесно связано. Давайте проверим, насколько мы понимаем, что такое словосочетание. Что из перечня не является словосочетанием? Давайте выберем номера таких, выберем те пункты, где указаны несловосочетания. Заодно и сформулируем, что к словосочетаниям не относится. Так, грамматическая основа, совершенно верно, это где? Так, смотрю. 1, 6, 7 и 8. Давайте проверим. Так, грамматическую основу назвали, да, только какой же это будет номер. Так, 7 и 2. Так, 1, 2, 7. Давайте все посмотрим. Есть кое-что верное, но как-то вот полностью правильного ответа пока не было. Так, 1, 7, 8. Нет. Так, давайте разберем. Значит, первое. Многие назвали, совершенно верно, да, вследствие это предлог, да, это не самостоятельная часть речи, поэтому это не является словосочетанием. Цифра 2. Это некоторая такая ловушка, да, потому что это сочетание слов как раз обозначает, с одной стороны, да, это сочетание двух самостоятельных слов, да, связанных подчинительной связью, но это может быть и предложение, и словосочетание. То есть тут такое, да, просто как бы предложение односоставное, да, без подлежащего, но предложение. А может быть и словосочетание, потому что, ну, собственно, оно соответствует, да, признакам словосочетания. Три словосочетания, четыре словосочетания не назвали, молодцы. Пятое тоже. Шестое многие назвали, конечно, это не словосочетание, да, здесь сочинительная связь, здесь равноправные, между словами, равноправные элементы. Седьмое многие назвали, ну, напрасно, да, хотя благодаря этому предлогу, но есть здесь два слова, да, самостоятельных, твоей помощи, поэтому, которые, да, связаны подчинительной связью, подчинительной связью, так что это словосочетание. Жизнь хороша, многие отметили, конечно, да, это грамматическая основа, не словосочетание. Грамматическая основа чем отличается от словосочетания? Это, вот, а жизнь хорошая, это не то, сейчас я скажу, да, почему грамматическая основа не относится к словосочетаниям? Потому что, когда у нас берем какую-то грамматическую основу, тут оба слова одинаково важны, да, каждая для другого, да, они равноправны и подчиняют себе друг друга, да, как такой хороший супружеский союз, да, главный, они оба являются главными. Поэтому не словосочетание это будет, да, то есть, потому что жизнь хороша, вот, например, наш пример, да, здесь слово жизнь диктует слову хороша форму, там, женский род, да, единственное число, а слово хороша диктует слову жизнь падеж именительный, то есть они, как бы, так сказать, друг к другу, друг к другу, друг к другу управляют. А вот бить баклоши что-то никто не назвал. А в чем особенность этого набора слов? Как-то не прозвучало. Не совсем, не то же самое, да, что бить, например, молотком, да. Это, нет, это не предложение, нет, это не предложение, но это фразеологизм. Да, фразеологизм с точки зрения грамматики – это одно слово, да, то есть так-то два, да, физически два, они пишутся в два слова раздельно, но с точки зрения грамматической, да, это будет одним членом предложения, обозначает, да, какое-то одно слово, они тесно связаны между собой, поэтому это тоже не словосочетание. Итак, да, подведем итоги. Слова, связанные с сочинительной связью, у нас словосочетанием не будет называться. Грамматическая основа, понятно, да, там слова обмениваются признаками, друг на друга влияют, нет подчинения как такового. Фразеологизмы тоже не будут словосочетаниями. И самостоятельное служебное слово, вне зависимости от того, что это за служебное слово, это может быть предлог, это может быть частица, тоже не будет словосочетания. Возникает вопрос, если, то есть получается, что если мы соединим между собой два самостоятельных слова, любых, соединим их с сочинительной связью, то у нас уже будет словосочетание, ну, если исключить вот эти четыре, да, предыдущих пунктов. Нет. Все-таки нет. Потому что есть у нас два, так сказать, параметра, которые еще вступают в дело и ограничивают нашу возможность составлять словосочетания. Это смысловая и грамматическая совместимость. Смысловая, что тут имеется в виду? У нас могут быть, да, красный или кожаный мяч, да, это может сочетаться между собой. А вот там грустный мяч, там квадратный мяч, цветочный мяч, острый мяч. По смыслу, да, не сочетается и словосочетания не будет. Грамматическая совместимость также ограничивает нашу возможность составлять словосочетания. Да, мы можем сказать ударил по мячу, но нельзя сказать красное ударил, да. Мы можем совместить между собой слова «очень» и «красивый», но не можем сказать «очень мяч», да, или там «очень ударил», или можем сказать «мяч от папы», но «мяч из папы» никак не получится у нас. В общем, по смыслу и грамматические слова должны как-то между собой коррелировать, иначе словосочетание не получится. Как классифицируют между собой словосочетание? Есть два подхода, два принципа классификации. Первый – это по главному слову, то есть по тому, к какой части речи относится главное слово словосочетание. Выделяют имены, то есть такие словосочетания, в которых главное – это числительное, существительное, прилагательное, местоимение. В общем, разные имена. Да, вот «хвост собаки», тут существительное у нас, да, трое из нас числительное. В принципе, что-то с прилагательным нет. Ну, давайте придумаем с прилагательным. Ну, например, «быстрый», как ветер. Или какой-нибудь очень быстрый, вот именно словосочетание, да. Глагольное, да, но здесь, естественно, у нас глагол будет главным словом. Ну, и наречное, да, очень громко, чрезвычайно красиво. Второй принцип классификации – по типу подчинительной связи. Мы, что такое подчинительная связь, понимаем, но выделяют несколько подтипов подчинительной связи, в зависимости от того, как эта связь выражается, какие средства используются грамматически при этом. И я сначала быстренько скажу в целом их на ЗАО, а потом мы разберем подробно каждое из них. Выделяют, соответственно, согласование, управление и примыкание. Да, согласование. Вот приведем примеры. Ну, например, «радостная встреча». Здесь зависимое слово согласуется с главным. Вроде числе падежи. Управление, вот типа «узнать о поражении». Здесь главное слово «узнать» диктует зависимому какую-то падежную форму. Нельзя сказать, да, «узнать», ну, не знаю, «для поражения», «узнать поражению». Да, у нас определенная форма только может быть у зависимого слова. Ну, и примыкание, типа «сидеть дрожа» очень веселый. Давайте разберем подробнее каждый из типов подчинительной связи. Вот согласование. Согласование каким образом выражается? Здесь зависимое слово уподобляется главному, подстраивается под него во всех категориях, которые только есть у них общих. Это такой слуга, который прислуживает главному, подстраивается под него, старается быть максимально каким-то комфортным, удобным и полностью соответствовать главному. Как бы копирует его настолько, насколько это возможно, насколько у него хватает общих категорий. Ну, какие тут могут быть части речи? Ну, например, прилагательное в широком смысле слова. Тут может быть и порядково-числительное, да, и местоименное прилагательное при части, плюс существительное. Вот они согласуются в розе числе и падеже. Ну, например, да, букет красивый, а лилия красивая, а растение красивое, а цветы красивые. Ну, и так далее, да, мы можем изменять там красивый букет, красивого букета, красивому букету. Ну, да, меняя главное слово, мы сразу же меняем и зависимое. Зависимое сразу же изменяется в падеже, как бы стараясь, вот, как тень копировать полностью главное. Существительное с числительным тоже согласуется, но не во всех падежах, только в косвенном. Да, мы помним с вами, что там особенность числительных в том, что в именительном падеже там по-другому. Да, три человека, тут слово три будет главным, да. Значит, во всех падежах, да, ни в роде, ни в числе это не происходит, потому что по числам, да, числительные не изменяются. И по родам тоже. Но по падежам обязательно, да, трех человек, трем человекам, тремя человеками, да, семью столами, семи столов и так далее. Согласуются, да. Существительное с существительным тоже может согласовываться, ну, естественно, только в падеже, да. Ну, например, старушка-учительница, старушку-учительницу, старушки-учительницы. Меняем. Главное и зависимое подстраивается под него. У нас могут быть это слова одного рода, ну, вот как вот в этом случае, да, могут быть разного, типа диван-кровать или музей-квартира. Да, естественно, с родом у нас ничего не происходит. Ну, кстати, вот не записала, но вообще-то в числе тоже, да, происходит согласование. Диваны-кровати, да, старушки-учительницы. И число, и падеж. У нас тут в падеже число тоже происходит такое согласование. Но здесь, конечно, в меньшей степени, да, не такое, как с прилагательным. Управление. А вот управление, да, это, как бы, отношение строгого начальника и такого бесправного подчиненного. Ну, не такого бесправного, как в прошлый раз, да, если при согласовании зависимое слово стремится полностью, да, соответствовать главному, то здесь только падеж является таким грамматическим способом выражения зависимости. Итак, управление, вид связи, при котором главное слово требует падежной формы. Причем, обратите внимание, эта падежная форма, это ее диктует не форма главного слова, а само главное слово в связи совокупности форм. То есть мы меняем это слово как угодно. Иногда мы можем даже выходить за пределы частей речи, например, делая, составляя из прилагательного причастия. А падеж зависимого от этого никак не меняется. Видеть кошку, вижу кошку, там, видела бы кошку, видишь кошку, видящий кошку, увидев кошку, дей причастия. Да, все равно винительный падеж. Всегда. То есть в предыдущий раз слова формы друг по другу подстраивались, да, то есть определенные формы слова. В этом случае само слово, совокупность его форм, всей совокупности, да, воздействует на зависимое слово, требуя от него вот этого падежа. Есть такое понятие, вам известно из курса, наверное, химии, да, валентность. В лингвистике тоже есть валентность. То есть у определенных слов есть способность присоединять к себе какое-то количество зависимых, зависимых слов в определенных падежах. Да, эти падежи как бы заложены в самом слове. Да, вот мы возьмем слово просит, да, просит у кого просит, что просит, для кого просит, кому, например, да. То есть это вот как бы эти валентности, они могут заполняться. Есть валентности, которые необходимо заполнить, заполнить во что бы то ни стало. Ну, например, нельзя просто казаться. Надо казаться кем-то или чем-то. Есть валентности, которые могут быть заполнены, а могут оставаться пустыми, как бы в потенциале могут быть заполнены. Ну, например, вижу, да, я вижу. Или я смотрю, да, или я смотрю в окно, или я вижу книгу, там. Я читаю, и я читаю газету. Да, вот эта валентность, она как потенциально есть, но можно в нее что-нибудь добавить, можно не добавлять. Третий тип связи – это примыкание. В случае, если у зависимого слова нет вообще никаких форм, да, оно не изменяется, то, соответственно, оно не может не подстраиваться во всех своих формах к другому, не может, соответственно, у него нет каких-то категорий поддержных, поддержных, но при этом присоединиться к главному, в качестве зависимого оно может. И выражена эта будет связь не на грамматическом уровне, не формально, не при помощи каких-нибудь морфем, да, а в смысловом интонационном отношении. То есть бежал быстро, связаны друг с другом по смыслу. Мы можем задать вопрос, да, бежал как? Мы произносим их слитно, да, быстро, бежал быстро, они как бы вместе, да, интонационно соединяются, ну и по смыслу, да, соотносятся между собой петь стоя, да, на речи, да, лупнешься невзначай, тоже на речи. Ну и можно там какое-нибудь, например, депричастие соединить, услышав, удивился. И тоже будет неформальная связь, да, потому что при всем желании зависимое слово никак не может выразить свою зависимость, не изменяясь, поскольку оно не обладает способностью изменяться. Ну что, давайте немножко попрактикуемся. Давайте вид починительной связи определим. Ну, начнем с словосочетаний, где выражена, где связи, в которых является согласование. Какие это будут предложения, какие это будут словосочетания? Где согласование? Давайте пару, можно не все. Где каждый день, конечно, да, каждый день, каждого дня, каждому дню. Еще. Мои товарищи, отлично, да, здесь у нас вместоименное прилагательное, да, в роде зависимого. Моих товарищей, моими товарищами. Вот, истошно закричал, а слово истошно у нас неизменяемое. Вот, да, оно не может согласовываться, даже если очень захочет. Так, полуночный час, отличный, небеса обетованные, очень хорошо. Ага, давайте теперь управление найдем. Где у нас главное слово диктует зависимому форму падежа? В каких случаях? Давайте хотя бы, ну, хотя бы несколько. Так, первое, да, не пронумеровало, не очень удобно, да, рыцарь без страха упрека, конечно. И обратите внимание, это словосочетание, хотя оно такое большое, да, целых пять слов. Рыцарь без страха и без упрека. Лежать под столом, совершенно верно, чашка чая, молодцы. Хорошо. А вот по причине поражения это был некоторый, некоторая ловушка. Почему? По причине поражения будет ли это словосочетание с подчинительной связью? Похоже вообще-то, да? Да, молодцы, совершенно верно. По причине это предлог. Поэтому я в конец засунула вам небольшую, небольшую такую, небольшую ловушку. Да, молодцы. Так, давайте теперь найдем здесь управление, примыкание. Управление сказали. Где у нас здесь будет примыкание? Отлично. Вот истошно закричал, совершенно верно. Кротко смотрит, хорошо. Еще. Ага, читать сидя, конечно. Не все сказали, не все назвали. Совершенно прекрасно, да, абсолютно верно. Последнее. Давайте найдем, потому что это немножко непростой момент. Здесь есть два словосочетания с словом «их». «Услышать их» и «без их ведомо». Мне бы хотелось, чтобы мы с вами определили, какой тип связи в этих словосочетаниях. «Услышать их» – это что за тип связи? «Услышать их» и «без их ведомо» диктует зависимому форму падежа. «Услышать их» – здесь управление, безусловно. А «их» – это форма местоимения личного «они». А вот что такое «без их ведомо»? Пишут согласование, пишут управление. Давайте подумаем. «Их» – нет, тут не две связи, тут одна. «Их» – это что такое у нас за слово? Что это за часть речи? Изменяется ли она? «Их» – это притяжательное местоимение. И оно не меняется. «Их дом», «их дому», «их дома» – это притяжательное местоимение. «Их», «его», «её», хотя, может быть, и формы личного местоимения в данном случае притяжательное. Конечно, это примыкание. У нее нет форм. Поэтому не только наречие плюс какой-нибудь глагол будет примыканием. Молодцы. Но и такое притяжательное местоимение, которое у нас не изменяется. Молодцы. Так, о словосочетании мы сейчас поговорили. Давайте придем к предложению. Что отличает предложение от словосочетания? Интересный момент. Как правило, мы с вами привыкли к тому, что, переходя на следующий уровень, на более сложный, на более высокий уровень языковой системы, мы можем видеть, что единицы становятся крупнее. Они состоят из единиц предыдущего уровня. Слова строятся из морфем. Да, словосочетания строятся из слов. А предложение в этом отношении очень интересно выделяется из этой закономерности. Потому что словосочетание может быть больше предложения по размеру. Вот рыцарь без страха и упрека, например. Большое словосочетание, да? А жизнь хороша, встречающиеся нам уже предложения. Гораздо короче. То есть здесь не то, чтобы несколько словосочетаний мы соединяем вместе, получаем предложение. Не просто количественно словосочетание, тем более, что, да, этот количественный фактор, он у нас не напрямую влияет. Действительно, предложение может быть коротким, оно может из одного слова состоять, из двух, а словосочетание может, не знаю, из пяти слов, например, состоять. То есть не столько количественный фактор, сколько качественный. В чем суть различия? Ну вот, суть заключается в том, что предложение обладает некими качествами, которых словосочетание иметь не может. Ну, давайте посмотрим всякие формальные различия. Словосочетание из двух предложений, может быть, из одного, из группы слов. Из двух слов тоже может предстоять предложение. Да, словосочетание состоит из главного зависимого. Ну, предложений тоже могут быть и главные, и зависимые слова. Предложения есть грамматическая основа, мы знаем. Словосочетание является элементом предложения, а предложение – элементом текста. Словосочетание интернационно не оформлено, а предложение оформлено интернационно и в смысловом отношении. Но что, собственно, такого существенного, пока это все такие достаточно количественные, ну, формальные какие-то критерии, что существенного, как различаются словосочетания и предложения. Вот давайте соберем из словосочетания предложение. Вот словосочетание – скошен лук, покрытся травой, густая трава, сочная трава. Мы собираем из этих кубиков и получаем предложение. Есть основная мысль, абсолютно верно. Соединили в предложение – скошенный лук покрылся густой и сочной травой. И произошло не только количественное, но и качественное какой-то скачок, смысловой скачок по отношению к этому предыдущему уровню из словосочетаний. Потому что теперь, да, появилась некая мысль. Вот это предложение, оно имеет отношение к действительности. Оно обозначает нечто в реальном мире, да, в отличие от вот этих вот словосочетаний. Предложение соотнесено с действительностью. И таким образом, ну вот выделяют две, ну да, оно соотнесено с действительностью, и оно говорится для чего-то. Оно либо называет какое-то нечто реальное, да, просто как бы повествует нам о чем-то. Оно может предложение, как вот в данном случае, да, предложение может, да, предложение преследует некую задачу. Мы решаем при помощи предложения некую проблему свою. Да, мы можем попросить о чем-то, да, при помощи предложения. Можем узнать о чем-то с помощью предложения, приказать, описать, объяснить. Да, мы предложение используем для чего-то, в отличие от словосочетаний слов. Соответственно, выделяют два важных признака, которые появляются только на уровне предложения. Вот все, о чем мы говорили до того, этими признаками не обладают. Только выходя на уровень предложения, можем сказать, что предложение обладает предикативностью. Предикативность – это такая душа предложения. Главное, что когда мы вдыхаем, так сказать, как бог в какой-то каменного идола душу, мы вдыхаем в эти словосочетания предикативность, и этот идол оживает и превращается в какое-то существо дышащее. Вот точно так же предикативность заставляет предложение быть живым, соотносит его с действительностью. Да, вот я согрел, ой, чай, извините, пропустила букву, разбудил свои спутников. Мы назвали нечто, что было в реальности, и описали это вот в этом предложении. А вот предложение, любимое многими лингвистами, пример Ана Махомского. Вроде как, да, здесь есть словосочетание, есть основа грамматическая, да, идеи спят, оно интонационно закончено, но оно никак не соотносится с действительностью, да, по причине отсутствия вот этого смыслового рассогласования всех его элементов. И это предложение предикативностью не обладает. Коммуникативная задача, да, вот люблю этот пример. Чайник вскипел. Мы сидим дома, да, на диване вечером, и вы говорите своему другу. Чайник вскипел. Какую цель вы преследуете? Вряд ли вы просто говорите, тем самым вы хотите сообщить факт, информацию. Конечно, совершенно верно, налей мне чай, да, вы тем самым решаете свою задачу. Вы косвенно, не напрямую, да, не при помощи просьбы, не при помощи приказа, да, но косвенно вы подталкиваете своего спутника к тому, чтобы он что-то для вас сделал. Это намек, совершенно верно. Или мы говорим, опять ты идешь без шапки. Мы не констатируем факт, да, мы предложение по форме, да, какой оно, задача-то преследует. Мы не просто говорим, что вот ты вчера был без шапки, и сегодня ты без шапки. Это не нейтрально, правильно? Конечно, абсолютно верно. Это упрек, да, и мы таким образом пытаемся человека сподвигнуть, сделать то, что нам нужно. Да, мы хотим, чтобы человек надел шапку, да, чтобы он, ну, как бы, так сказать, выполнил нашу такую вот просьбу. Вот, да, и это только на уровне предложений, возможно. Ничего в этом предложении не говорит, в нем нет никакого такого слова, никакой такой формы, в которой была бы выражена вот эта вот идея «надень шапку». Нет слова «надень», да, здесь, так же, как в «чайник скипел», там нету нигде какого-то имплицитного, какого-то тайного смысла «налей чай». Нет, да, просто предложение решает определенную задачу в процессе коммуникации, в процессе общения. Про предикативность хочется сказать немножко побольше еще, потому что очень важное тоже свойство, да, как именно выражается соотношение содержания с действительностью. Идея предикативности очень тесно связана с тем, что в предложении у нас обязательно должна быть основа грамматическая, должны быть главные предложения, главные члены предложения. Потому что, собственно, именно в них, да, а как именно в сказуемом, выражена вот эта идея того, что мы то, что мы говорим, это реальность, да, это то, что было в прошлом, то, что будет в будущем, то, что сейчас происходит, то, что мы хотели бы, чтобы оно было, или то, что мы предполагаем, что мы допускаем, да, то есть оно насколько соединено, как бы, каков угол наклона, так сказать, содержания его предложения по отношению к реальности. Наклонение, собственно. Вот светит месяц, да, здесь настоящее время, да, изъяснительное, изъявительное наклонение, вот здесь прошедшее время, будущее, повелительное наклонение. И сослагательное наклонение, то есть некая возможность. Мы здесь на самом деле видим нечто, что напоминает нам то, что мы уже видели на предыдущих уровнях языковой системы. Мы здесь видим парадигму. То есть в каком-то смысле предложение может в той или иной степени обладать некими формами, формами предложения. И мы, опять же, из этих тоже кирпичиков, как бы, выбираем то, что соответствует нашей коммуникативной задаче. Она художница, она была художницей, она будет художницей, будь художницей, она была бы художницей и так далее. Да вот, то есть с различной предикативностью мы выбираем предложение. Ну, мы с вами немножечко должны и о тексте поговорить. Конечно, мы будем о тексте, посвятим ему подробно целую лекцию. Но сейчас я хотела бы сказать о тексте, как о той же самой крупной единице синтаксиса. Ну, там есть предыдущий уровень, да, это вот синтаксическое целое, состоящее из нескольких предложений, объединенных смыслом, да, а из нескольких этих синтаксических целых уже складывается текст. Итак, да, что такое текст? Это ряд предложений в определенной последовательности, да, и последовательность, опять же, обусловлена логикой, да, развития мысли. Да, да, эти предложения не просто, да, друг за другом как-то выстраиваются, но они связываются между собой так же, как связываются между собой слова в словосочетании, да, и при помощи различных языковых средств, да, они друг с другом соотносятся, опять же, так же, как слова в словосочетании, как предложения связываются между собой в это вот более крупное синтаксическое целое, так же, как морфемы связываются в слова. То есть в какой-то степени текст – это тоже единица, и у нас тоже есть некие образцы текстов, так же, как у нас есть образцы морфем, образцы фонем, образцы предложений в нашем сознании языковом, из которых мы там нечто конструируем. Ну, конечно, текст, чем мы выше по уровню располагаемся, тем больше разнообразие этих образцов, чем они крупнее, тем более сложным образом они устроены. Ну, предлагаю посмотреть маленький текстик для того, чтобы выделить черты текста. Это стихотворение в прозе Тургенева перед вами со званием «Собака». Что мы здесь видим в этом тексте? Во-первых, мы начинаем, конечно, с заглавия. У текста есть название, в котором выражена какая-то мысль главная или центральный образ там обозначен в заглавии. Ну, да, это название как бы, во-первых, утверждает, да, вот это текст перед вами. Если есть название, значит, это текст. И название, соответственно, связывает все мысли воедино. Конечно, мы думаем, ну, мы думаем, да, мы думаем текстами. Это правда, это верно. Мы здесь видим несколько в этом тексте абзацев, да, то есть сложных синтаксических целых, где относительно законченная какая-то мысль выражена. Мы видим, что всех, все эти предложения в тексте связаны, ну, например, повторами, да. Она словно хочет что-то мне сказать, она немая, она без слов, она сама себя не понимает, но я ее понимаю, да, вот она, 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 предложения нанизываются на эту нитку повторений и связываются друг с другом. Или вот это, да, я понимаю, что в это мгновение и в ней во мне живет тоже чувство, мы тождественны. Одно и то же, мы тождественны. Вот эта мысль развивается, повторяется иначе. Так, ну и в конце, ну и, конечно, этот текст объединяет некая общая идея, да, что человек и животное суть одно, да, и человек и животное смертны, и все они боятся, они хотят помощи, хотят любви друг от друга, и нету никакой такой вот границы непроходимой между человеком и собакой, да, собака такая же, как человек, так же чувствует, так же мыслит, только молчит. Вот такой гуманистический смысл, да, и выражает его, выражен он в этом тексте, текст нас к чему-то призывает, да, он нас решает, да, определенную, он не только описывает некий эпизод, да, он и стремится на нас каким-то образом подействовать, нас изменить, чему-то нас научить и так далее. Вот. Ну, про текст речь пойдет еще потом, о предложении говорить будем много. Сегодня, что у нас вот такого было особенно существенного, это, конечно, вопрос о словосочетании, что это такое, как это работает, чем это едят и какие они бывают. Таким образом, да, подводя итоги, да, мы с вами говорим о синтаксисе, о том, что это такое, да, какие бывают типа связи, мы сказали об этом, да, сочинительное, подчинительное, и в числе подчинительное, это согласование, управление и примыкание. Мы с вами поговорили о том, какие бывают единицы языка, да, и чем могут быть выражены связи, да, по смыслу, интонационно или при помощи различных морфем. Вот. На этом, наверное, закончим. Если есть какие-то вопросы, то давайте мы их зададим. Спасибо вам за работу и до новых встреч в следующую субботу. Спасибо.